Всем привет, дорогие друзья! И мои подписчики. У нас снова плюс 38 в Абу-Даби и в Объединенных Арабских Эмиратах. И я сегодня направляюсь в гости к своей подруге. Направляюсь я в Спорт-Сити. Но, честно говоря, как-то я вот в этом районе бывало мало в Спорт-Сити. Район, честно могу сказать, знаю плохо. Это новый район в Дубае. Ну вот, поэтому сегодня я вам и покажу, как же выглядит этот район высоток. Так что продолжение моего видео уже из района Спорт-Сити. Как оказалось, в Спорт-Сити есть не только высотки, но есть вот такие вот невысокие таунхаусы, которые, кстати говоря, очень хорошо вписываются в панораму этого района. Однокомнатную квартиру в этом районе можно снять от 37 тысяч до 48 тысяч Дархамов в год. Двухкомнатную квартиру от 55 тысяч до 70 тысяч Дархамов. А вот четырехпятикомнатные таунхаусы, которые вы сейчас видели, можно взять в аренду от 180 тысяч Дархамов в год. Если вы хотите узнать цену в долларах, то нужно просто эти числа разделить на 3.65 и получится цена в долларах. Квартиры и таунхаусы в этом районе также продаются в собственность иностранцам. Надежда сняла квартиру в этом районе за 42 тысячи Дархамов в год. Сегодня мы посмотрим, в каком же здании она живет. Это Элит Спортс Резиденс. Прямо рядом с ее домом находится стадион, где проходят крикетные матчи. В Эмиратах есть еще два таких стадиона, в Шарже и в Абудаби. Вот так вот. Элит 3 Спортс Резиденс. Так, ну вот так вот это здание выглядит внутри. В принципе, не плохо. 17 этаж. Ну какая-то у нас прямо мания. У меня тоже квартира в Аджване на 17 этаже. Ну и вот Надя тоже поселилась высоко. Ну вот такие вот чистенькие подвески в арабском мире. Панорама Эмиратской строек. Смотрите, у нас тут все строит и строит прям в пустыне. Ладно. Запечатляем, как лучше будет. В этом доме есть сауна, бассейн и тренажерный зал. Жители дома могут пользоваться всем абсолютно бесплатно. Посмотрев на панораму эмиратского строительства с балкона Надежды, мы отправились в кафе Старбакс, где мы очень любим пить капучино, латте или холодный фрапучино. А вот Никита, сын Нади, предпочел даже по Старбаксу передвигаться на гироскутере. Эмиратские, да и наши дети просто болеют сейчас гироскутерами. И меня пообещал тоже научить на нем кататься. Пробовали ли вы передвигаться по кафе на гироскутере? По-моему, это достаточно забавно. Но кто-то в кафе за ноутбуками сидит, а кто-то на гироскутере катается между стульями. Самое главное, что никто никому не мешает. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok